Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Евгений Нефанов. Сегодня в Омске. Спасение утопающих. До второй ступеньки вода заполнена была полностью. Пройти невозможно было. Кто поможет горожанам? Нашествие роботов. Получить инженерные навыки в пятилетнем возрасте предлагают создатели подобных конструкторов. Как меняют образование. Участие пианистов. Мама спрашивает, а ты хочешь в одна фортепиана? Ну, я как-то не думая так, не знаю, что это такое. Я просто сказала, да, хочу. Кто станет лучшим в Сибири? А также цены на бензин, судьба складов на Маркса и новости спорта. Итак, сегодня главный омский спасатель Владимир Корбут заявил, что власти затянули с вывозом снега. Он признал, что, я цитирую, коммунальщики не успели очистить места возможного подтопления, хотя должны были сделать это до 21 марта. Ну, и к домам омичей прилила талая вода, пока на улице отрицательные ночные температуры. Проблемы тоже временно заморожены. И это, пожалуй, главная помощь городу и жителям во время паводка. Омичи с опасением ждут тепла, потому что тогда в их домах начнется частный потоп. Жители 12-го дома на 2-й транспортной на осадном положении. Возле подъездов разбросаны мешки с песком. Так омичи обороняют жилье от весенней воды, которая в начале недели внезапно пришла в подъезды. Утром выхожу рано на работу, уже полностью до второй ступеньки, и вода заполнена была полностью. Все. Пройти невозможно было. Люди шли на работу, детский сад, просто по воде, в сапогах, кто там, ботиночка, кроссовочка. Все проходили вот это. Мокрые выходили, возмущались. Ну, к вечеру, пожалуйста, появилось вот такое сооружение. Подтопление и самодельный мост жители сфотографировали. Вода, видно на кадрах, поднялась в подъезде приблизительно на 20 сантиметров. Сегодня от потопа остался только мокрый отпечаток на кирпичах. Сезонное подтопление повторяется здесь в течение пяти лет. Ливневая канализация, куда должна стекаться вода с округи, забита. Тетут жительницы этого дома Татьяна Смирнова. И добавляет, что мэр Вячеслав Двораковский обещал решить проблему к 300-летию Омска. А пока, как говорится, на уши поднимали управляющую компанию, водоканал и аварийную службу. Во дворе почистили снег, сделали водоотводные канавы и набросали мешки с песком. Когда уже всех обзвонить, просить о помощи, мы уже хотели МЧС вызывать, мы уже говорили о том, что мы завтра идем в прокуратуру. Вот тогда, наверное, реакция пошла. Тогда они пришли к нам. Наводнение случилось по вине коммунальщиков, которые вовремя не вывезли снег с улиц Омска. Так сегодня объяснил сезонную проблему глава регионального МЧС Владимир Корбут. Вторая причина, по его мнению, удар природы, плюсовой температуры. Никто не ожидал. В последние дни в Центр управления кризисными ситуациями поступает до 200 звонков о подтоплении. А вот на управляющей организации о МЧС массово жалоб не пишут. По информации сотрудников региональной госжилинспекции, ведомства, поступило только одно обращение по подтоплению придомовой территории. Сейчас его рассматривают. Жители частного сектора борются с паводком только своими силами. Помочь некому. Возле дома Николай Шабанов сделать ничего не может. Жилье находится в низине. Вода с высоких участков стекается к нему под окна, а дальше под пол. Покажите нам, что у вас здесь. Покажите, откройте. Вода, что? Вода, рассказывает хозяин, собралась за несколько дней. В начале апреля поднимется еще и окажется в доме. Ведра и швабра не помогут. Спасет только насос. Сколько времени надо, чтобы откачать воду из форукового? Сколько? Все? Четыре. В конце марта в Омской области останется прохладно. По прогнозам омских синоптиков 25 марта ночью будет до минус 15 градусов, а днем плюс 5. Так что погода дает властям время наверстать упущенное. Алла Аксенова, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Затопленный город стал предметом жесткого разговора на заседании правительства. Губернатор Виктор Назаров сегодня раскритиковал работу подразделения администрации города по итогам двух крупных событий в Омске – авиашоу «Русские витязи» и празднования Навруза. Вода стояла и на Иртышской набережной, и на площади ОСКК имени Виктора Блинова. Однако чиновники мэрии запросили у правительства области оплатить работы по уборке этих территорий. Сумма составила 156 тысяч рублей. Все претензии глава региона высказал мэру Вячеславу Двораковскому. Вы 156 за что просите? Смотрите, что творится-то. Я понимаю, вы бы показали сухой асфальт, сказали бы, Виктор Иванович, но все убрали. Вот сухо, люди довольны, люди отдыхают. Виктор Иванович, 156 рублей – это объем вывезенного снега по тем расценкам, которые сегодня реально существуют. В услуги, которые нужны, чтобы люди ходили по асфальту, эта стоимость не входит. Виктор Иванович, когда люди зафиксируют результат работы коммунальщиков, тогда будет понятно. А когда вам доложили, что привели площадь в соответствии с элементарным, хотя бы санитарно-гигиеническим нормой для того, чтобы людей можно было собрать. Ну, посмотрите, мы с вами были на набережной, когда проводились эти полеты авиации. Слушайте, мы же по колено шли с вами, по асфальту, по колено в воде. Ну, это гипербола, что по колено в воде, Виктор Иванович. Что касается… Знаете, мы вместе шли, я шел, точно, ботинки меня тоже скрывало. И площадь, и набережная, и все остальное, что находится на территории города – это городская территория. И на этой площади присутствовали люди, горожане, амичи, понимаете? Оценку дают люди нам, а не ваши подчиненные, которые доложили, что они убрали территорию. Я готов отдать деньги, я готов, еще раз повторяю, бесплатно вам любой предоставить услугу, только скажите, что нужно сделать, чтобы помочь. Готов, только скажите. Технику, значит, технику пригнать, людей вывезти, давайте людей увидим. Пусть ваш этот департамент благоустройства тогда займется сам. Пусть выйдут на субботе, чтобы мы видели, что они вышли. А то у нас улицы инвалиды убирают, волонтеры убирают. Но департамент, к сожалению, только пишет письма, чтобы деньги отдали. Значит, заставьте их работать. Это первое столь серьезное разбирательство губернатора и мэра публично. Возможно, за этим последуют кадровые выводы. Представитель ЛДПР в конце дня уже призвал уйти в отставку начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимира Казимирова. На этом фоне мэрия просит омичей не засорять канализацию талыми водами. Специалисты администрации зафиксировали случаи, когда жители разрушают колодцы и направляют туда стоки. За два дня паводка. Очистные сооружения канализации приняли почти 200 тысяч кубометров сточных вод. Это две трети от обычного среднесуточного объема. Специалисты Департамента городского хозяйства и представители Омского водоканала выступили с обращением, что канализационные коллекторы не предназначены для отвода стоков от зданий и сооружений. Камни, ветки и крупный мусор, идущий вместе с талой водой, могут привести к засору и разрушению трубопровода. К другим новостям дня. В Омске подорожал бензин. На АЗС «Газпромнефть» максимальная стоимость литра АИ-92 теперь равна 32 рублям 15 копейкам. АИ-95 стоит 35 рублей 10 копеек. Рост составил 30 копеек. Бензин марки АИ-98 стал дороже на 20 копеек. Максимальная цена литра составляет 35 рублей 65 копеек. А вот дизельное топливо подешевело на 90 копеек. Цена литра на заправках равна 34 рублям 40 копейкам. Аналогичная стоимость топлива и на АЗС «Топлайн». Отличие одно, АИ-98 здесь дороже. Ну а на АЗС «Лукойл» цены за последние дни не изменились. В Омске сегодня открылся образовательный форум. Там говорят о воспитании детей в современных условиях. Какие проблемы и какие решения есть у омских учителей в репортаже Дениса Ионоса. Получить инженерные навыки в пятилетнем возрасте предлагают создатели подобных конструкторов. Этого крокодила ребенок не только должен сам собрать, но и запрограммировать на определенные действия. Этот робот для старшего возраста. Он реагирует на движение, издает звуки и движется по заданной траектории. У стенда почти нет людей. Учителя все еще не заинтересованы в применении игровых методик. Хотя на Западе они давно стали основополагающими. Нет застоявшимся догмам. Да, реакциям учителей на изменения, которые происходят с детьми. Образовательный форум продвигает эту идею в учительские ряды. Растет, так сказать, не только, собственно, процесс обучения, но и изменяется и среда, в которой дети живут, там масса соблазнов и так далее. И вот для того, чтобы в этом процессе главным остался учитель, чтобы воспитал человека грамотного, интеллигентного, культурного, образованного, значит, человека, так сказать, с гражданскими, так сказать, позициями нравственного и так далее, вот, педагог или учитель, правильнее сказать, да, он должен вот в этой ситуации сориентироваться. Образовательный форум не только теория для учителей. Практика – это специализированные секции. Парты-трансформеры могут увлечь ребенка на уроке, но не отвлечь от обучения. Школьная мебель растет вместе с учеником от метра двадцати до метра девяносто восьми. Смотрите, вот здесь кулак уже. То есть, дверь, пододвините. А, кулак. И захотим срочно что-то читать, то оно уже не упадет. Правильная посадка – здоровая спина. Важен и угол наклона столешницы. Здесь от нуля до тридцати градусов. Производитель школьной мебели думает и о безопасности. Да, максимум. И опускает. И заметьте еще, вы пальцы не придавили, как бы вы ни держали. Везде зазорчики обязательно есть. Везде зазор тоже. Если, допустим, к стене стоит, ребенок у вас никогда не прищимит пальчики. Поверхность школьной мебели грязной не будет. Полевых испытаний не проводили, но о детской небрежности не забывали. Эти испытания у нас проводятся ежедневно, потому как покупатели, которые приходят с детьми, мы разрешаем им рисовать. У нас есть альбомы, фломастеры, карандаши. Но иногда бывают какие-то неточности. Мы не попадаем в альбом. Бедишки рисуют на парках. Все это вытирается влажными салфетками. Никаких следов не остается. Такая мебель уже есть в некоторых омских школах. Комплекты не из дешевых. Пока дети на весенних каникулах, образовательный форум разделили на два дня. Практические секции завтра пройдут во многих омских школах. Денис Оунас, Артем Колесников, Антена 7. В Омске растет смертность от заболеваний органов дыхания. На первом в году заседании специальной комиссии зампредобластного правительства Татьяна Вежевитова спросила за это с чиновников Министерства здравоохранения. Ведь в группе риска оказались дети, беременные и пожилые. Однако представители Минздрава пояснили, что это связано с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями. И в интервью предпочли уйти от острых вопросов, попросив омичей ставить приливки, проходить флюорографию и заниматься спортом. Существенный ресурс у нас именно формирование здорового образа жизни и уход от пагубных привычек. Однако Татьяна Вежевитова раскритиковала подчиненных за слабую работу с одинокими пожилыми людьми и призвала использовать для этого активистов КТОСов. По другим направлениям смертность удалось снизить. Это болезни системы кровообращения, новообразования и туберкулез. И еще из новостей дня. Министерство обороны отказалось от аварийных складов в центре Омска. Речь о постройках, расположенных между университетом Бутейсообщения и жилым домом 37 по проспекту Маркса. Они давно вызывают опасения горожан. Со зданий практически каждый день падают кирпичи. А ведь рядом постоянно ходят сотни горожан. И это серьезная опасность для них. Что уж говорить о внешнем облике. И вот как передает РИА Омск Информ, Министерство обороны сообщает, что бывшие продовольственные и вещевые склады высвобождены. Сейчас они находятся в аренде у компании «Технологистик». Она планирует раскрыть все заборы, заасфальтировать территорию, а склады реконструировать. На этом месте появится торговый город для отдыха и шопинга. Магазины, рестораны, кофейни и студенческая столовая. Запланированы большая парковка и зимний ледовый каток. Реконструкция начнется уже в этом году. И теперь о культуре. В Омске выбирают лучших юных пианистов. Сегодня в нашем городе стартовал конкурс имени Марии Олегтиной. В этом году он получил статус международного. Участие в нем на этот раз примут музыканты не только из Омска, но и из Новосибирска, Барнаула и Томска. Юлия Думанова познакомилась с претендентами на звание лучшего. Художник, танцовщица, пианист. Это все о Насте Комаровой. Занятия в разных кружках, считает она, для музыки полезны. Когда много знаешь и умеешь, любую композицию легче прочувствовать. Еще сыграть особенно эмоционально юной пианистке помогает технология педагога. Она обучает музыке через образы. Эта композиция, например, «Сказочный лес». Вначале хорошее утро, а потом вдруг чаще проходим, как Руслана Людмила, чаще, а потом снова радостно. Для меня очень важно, чтобы ребенок через образ слышал звук, представлял его, окрашивал и проживал этот звук, эту интонацию. Маша Нестеренко мечтает стать знаменитой пианисткой. Притом не просто играть чужую музыку, писать свою. Свободно от основных занятий время посвящает импровизации на пианино. Музыкой Настя занимается с 7 лет. Тогда инструмент выбрала случайно. Я когда пришла первый раз в общеобразовательную школу, ну, в первый класс, то там нас звали в различные кружки. И у меня мама спрашивает, а ты хочешь играть на фортепиано? Ну, я как-то не думая, так не знаю, что это такое. Я просто сказала, да, хочу. Ну, как-то вот так и сложилось, что до сих пор играю. Состязаться будут около сотни пианистов. Выбирать лучшего признанные мастера. Одна из них – профессор Новосибирской консерватории Лариса Смешко. Говорит, конкурс проводится с 2009 года, но такой конкуренции еще не было. А значит, судить придется строже. Прежде всего, профессионализм высокий, художественное дарование ребят, конечно, тоже очень интересует, и индивидуальность. Сегодня прошла жеребьевка. Конкурсные прослушивания начнутся завтра, 24 марта. Лучшие пианисты получат денежные призы. Всего 70 тысяч рублей. Юлия Думанова и Андрей Кузьмин. Он поносим. «100 художников Сибири» – масштабный проект, который объединил картины художников 12 регионов. Живописцы, графики, скульпторы, мастера декоративно-прикладного искусства – все они встретились в музее имени Врубеля. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Любинский проспект в прошлом, улица Ленина в настоящем. Эти места знакомы каждому омичу. На работе Георгия Кичигина словно встретились два времени. Непредсказуемое прошлое – так омский художник назвал серию работ, в которую вошла эта картина. У меня был портрет семьи, как раз сделанный через оконную лапшу эти шторы. Там чередовались тоже вот эти моменты моей семьи, изображения Любинского проспекта. И потом мне вообще захотелось как бы порвать время и совместить эти лоскуты, ну такую, давайте, своеобразные, что ли, калейдоскопы. Она не загадка, я здесь всего на четыре части порвал. А сейчас у меня вот впечатление такое, что можно продолжать этот формальный поиск. В экспозиции более ста работ, большинство – метафоричные. Художница из Новокузнецка Екатерина Чепис в своем цикле «Часть пейзажа» чередовала картины, которые, как поделилась гостья, отражают реальные этапы ее жизни. Раскрытые ворота, плотина, гора и стена последняя попала на выставку. Это как часть биографии. И вот, наверное, у каждого человека бывают в жизни такие периоды, смены, ну каких-то, ну когда чувствуешь репятствия в своей жизни, да, ну допустим, как стена, а потом раз какой-то новый, ну виток, и ты уже чувствуешь себя в каком-то новом месте, в пространстве, ощущаешь какие-то, как бы, что ворота раскрываются. Первая такая масштабная выставка состоялась 10 лет назад в Новокузнецке. Но искусство развивается очень быстро, и к проекту решили вернуться. Очень жесткий отбор был. Ну понимаете, в Сибири полторы тысячи художников, а здесь только 100. Естественно, искусство шире, чем здесь представленные художники. Тенденции, которые существуют в сибирском искусстве, здесь представлены. От традиционного классического академического искусства до объектов инсталляции. Все 167 произведений с этой выставки переданы в Дармузею имени Врубеля. Андрей Школа, Ксения Бессараб, Андрей Кузьмин, Антена 7. И напоследок о спорте. Сезон для «Авангарда» завершился неудачно. Однако игроки не спешат покидать команду. Нападающий Мартин Эрот заявил, что может остаться в Омске на следующий сезон. Иностранец заявил, что вероятность этого велика. Центр-форвард берет месяц на раздумья, чтобы обстоятельно посоветоваться с семьей. Легионер поблагодарил болельщиков за поддержку и восхитился игрой голкипера Доминика Фурха. Оба являются одними из лучших по итогам этого сезона. Омский мини-футбол вернулся на всероссийский уровень под прежним брендом «Гамбринус». Наигравшая хороший состав команда успешно стартовала в региональном первенстве Западной Сибири. Делит первое и второе места с клубом «Троя» из Новосибирска. А вот в чемпионате Омской мини-футбольной лиги наши ведущие футболисты выступают за разные команды. И на паркете противостоят друг другу. Владимир Истомин комментирует. Лучший атакующий защитник Александр Кожевников против бомбардира Александра Бугаева. В региональной команде футболисты играли вместе. В чемпионате лиги Кожевников лихо разгонял атаки базовой команды, которая носит то же название – «Гамбринус». Бугаев – лидер клуба «Эгида». Обе команды в группе лидеров. В поединке чемпионата – сражение на встречных курсах. Динамичные изобретательные атаки, цепкая самоотверженная игра в защите к перерыву 0-0. Проявили волю. У нас сегодня усеченный состав. Мы решили сделать ход в этом сезоне и взять молодых ребят 96-го года. Но их, к сожалению, на сборы за «Эртыш» позвали. Поэтому мы играем в пятером практически без замен. Волю подкрепили опытом. Две классные атаки «Гамбринуса» в начале второго тайма. Скрытый пас, голевая передача. Артем Казанцев открыл счет в матче. Буквально следом Алексей Андрюшко перехватил мяч в центре поля. И в быстром проходе забил второй гол. Футболисты «Эгиды» бросились отыгрываться. Виктор Кузьмин довольно быстро сократил отставание в счете. Но капитан «Гамбринуса» Кожевников организовал голевую контратаку одним дальним пасом. Андрюшко оформил дубль. На финише матча «Гамбринус» здорово сыграл в обороне. Выручил вратарь Иван Самойленко. Победа 3-1. Сплоченно играли. Все опустились на свою оборону в плотном зону. Защитники бросались под удары. Где-то те же нападающие. Я выручил пару раз. За счет этого не дали отыграться. Голы на любой вкус зрители увидели в другой важной игре тура. Чемпион лиги команда ТГК-11 выиграла свой поединок со счетом 13-4. Пять мячей забил один из лучших снайперов чемпионата Денис Савченко. По словам футболиста, поймать кураж помогли матчи регионального первенства, где Денис отличился практически во всех играх. Разнообразие в том, что у нас каждый меняется. Нет такого распределения нападающих защитник. Каждый двигается. Поэтому ищут зону свободную. Открываемся. За счет движения, я думаю, сегодня победили. Лидеры турнира Гамбринус и ТГК-11 немного оторвались от своих преследователей. Но большая группа команд идет рядом. Новые матчи чемпионата в воскресенье. Владимир Стомин, Сергей Гаврилов. Антенна-7. Еще больше новостей на сайте антенна-7.ру. И до встречи в эфире. Где заказать лекарь? Мам, в аптека.ру. Аптека.ру. Всегда удобный заказ медикаментов. Неверно рассчитан тариф. Ошибка в счетах за коммунальные услуги. Дорогу у дома не ремонтировали уже несколько лет. Звони в Аплод. 90-11-11. 10 апреля. В Омском фьюзе. Звезда российского шансона Михаил Бублик. Опыт 400 лет банковской деятельности. Миллионы клиентов по всему миру. Одна из крупнейших итальянских банковских групп. Банк Интеза. Банк группы Интеза Сан-Паоло в России. Банк Интеза. Мир ваших возможностей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok